Взрыв в Белгороде, из-за которого пришлось расселять целый жилой дом, вызвали не украинские беспилотники, а самый настоящий российский истребитель Су-34. Хронология событий в материале моей коллеги Аси Соловьевой. Ну, тут просто нету полу улицы. Охренеть, там, короче, метра по три, наверное. Бордюры валяются, трэш. В четверг вечером в трех километрах от центра Белгорода прогремел взрыв, после которого образовалась воронка диаметром 20 метров. Взрывной волной один из автомобилей забросила на крышу стоящего поблизости магазина. Взрыв также повредил несколько квартир в соседней пятиэтажке. Ее решили экстренно расселить. Всего в результате происшествия пострадали три человека, один из них отказался от госпитализации. О погибших не сообщалось. Ой, мамочки. Вскоре появилось и объяснение от Министерства обороны. Очередной пример российского новояза. И в выполнении полета самолета Су-34 воздушно-космических сил над городом Белгород произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. И все. Никаких подробностей. Например, совершенно неясно, почему самолет с боеприпасами летел над жилыми кварталами города. О том, какое впечатление на горожан произвел этот самострел, мы поговорили с местным активистом Ильей Костюковым. Я не знаю, что здесь можно сказать, кроме того, что всем это уже надоело и все устали. Все хотят, чтобы это закончилось. Даже те отъявленные сэдовцы, которые в первые месяцы кричали вперед и до конца, они уже начинают сомневаться во всем происходящем. Да, вы удивитесь, но это так. Время все-таки играет не на сторону власти. Илья Костюков также рассказал нам, что российские снаряды прилетают в Белгород не впервые. Однако вчерашний такой случай – первый официально подтвержденный. Рад приветствовать в нашем эфире Александра Коваленко, украинского военного эксперта. Александр, здравствуйте. Доброе, Ваня. Александр, ну объясните, как так могло получиться, что вдруг от самолета буквально отваливается бомба и падает на Белгород? Ну, собственно, в этом нет ничего удивительного. Мы уже наблюдали такие вещи на территории Украины, непосредственно временно оккупированной Донецка. 12 марта в Куйбышевском районе упала бомба ФАП-500М-62 на жилой дом. И в буквально 500 метрах от этой бомбы был обнаружен модуль коррекции и управления полетом. Это те самые модули, которые сейчас кустарно в большом количестве производят для того, чтобы придавать старым советским бомбам ФАП-250, ФАП-500, а также ФАП-1500, придавать такие себе свойства планирующих бомб, тем самым увеличивая их дальность полета в среднем где-то до 30 километров. Но поскольку данные модули, они производятся не в заводских условиях, а зачастую кустарно, грубо говоря, на коленке в гараже, при этом в экстремальных условиях очень быстро, они и соответственно обладают очень низким качеством и надежностью. Поэтому в процессе сброса самой бомбы очень часто они отлетают. Но благодаря тому, что они опять-таки кустарные, производятся в большом количестве, а советских бомб на складах в Российской Федерации большое количество, и в центрах хранения тысячи буквально, поэтому такие потери в бомб, которые не достигают своей цели, они как-то особо неощутимы. Но когда бомба падает в жилом районе, в городе, то, конечно же, на это обращают внимание. И примечательно то, что непосредственно, почему именно в Белгороде падение произошло, тут тоже достаточно все просто. Су-34, фронтовой бомбардировщик, сбрасывает эти бомбы, не заходя в воздушное пространство Украины, то есть из воздушного пространства России. Они опасаются захода именно в те зоны, где существует радиус покрытия средствами ПВО, даже части воздушного пространства России. В частности, если мы берем бук, здесь зенитно-ракетный комплекс, бук М-1, который есть на вооружении Украины, то фактически это покрытие в радиусе 30 км. Таким образом, для Су-34 на скорости 280 метров в секунду и с углом крена 50 градусов, сброс и разворот, чтобы не попасть в зону действия бук М-1 украинского, как раз происходит в районе Белгорода. Если он хочет нанести удар, например, по позициям, ну, которые находятся в районе Вовчанска, или в районе Слатина, или в районе Золочево, Харьковской области. То есть, по сути, был произведен сброс, во время этого сброса более чем очевидно, что произошло разрушение этого модуля коррекции управления полетом, в результате чего бомба не пролетела 30 км, а рухнула, как свободно падающая, что ей свойственно, на территории города Белгорода. Александр, я прав, что это те самые фугасные авиационные бомбы, которые приводили буквально пару недель назад, или месяц назад, вот эту Z-патриотическую публику в социальных сетях, просто в экстаз. Говорили, что это чуть ли не какой-то вундерваффе, который сейчас изменит со стороны России войну, которые... Бомбы, которые фактически сами планируют, их очень сложно сбить ПВО, и были видеокадры, как, собственно говоря, эти бомбы падают непонятно куда, но истерика такая очень положительная, очень оптимистичная была. Да, это именно те самые бомбы, но, опять-таки, их очень сложно назвать именно вундерваффе, потому что сама по себе конструкция довольно примитивная. Но, как мы видим, даже по Шахет-136, все примитивное, оно тоже периодически действенно. Но эффект какой? Качество, надежность. Надежность-то ведь абсолютно не гарантирует того, что эта бомба долетит до того объекта, по которому она, по идее, по замыслу, должна нанести урожение. Александр, они не сразу детонируют, как мы видели на видео, да? То есть, там проходит какое-то время после того, как бомба непосредственно приземляется. С чем это связано? Это какая-то особенность, характерная этих фугасных авиационных бомб? В данном случае речь идет, по всей видимости, о противобункерной бомбе. Поэтому есть вероятность, что это даже была ФАП-1500 противобункерная. То есть, ее свойство заключается в том, что она взрывается глубоко в землю и только потом уже детонирует, как проходит определенное какое-то расстояние под землей. Поэтому и, скажем так, разрушений, как таковых, внешних, было не так много, поскольку она именно была ориентирована на уничтожение какого-то подземного объекта. Да, я вас понял. Александр Коваленко, украинский военный эксперт, о том, что же все-таки накануне случилось в Белграде. Кадры действительно очень удивляют, очень поражают. На самом деле, то, что мы видели, ну, буквально там машина взлетает до уровня десятого этажа, по-моему. Об этом как раз говорили и очевидцы, те, кто живет, и те, кто находились рядом с местом взрыва. Я рад приветствовать в нашем эфире следующего нашего гостя. Это Никита Парменов, журналист, автор телеграм-канала «Пепел» о жизни в приграничных регионах России. Никита сейчас находится не в России, в безопасности, поэтому может заниматься своим проектом, не опасаясь возможных последствий. Никита, добрый вечер, рад приветствовать вас в нашем эфире. Как в Белграде дела? Как отнеслись к этому ЧП? Что говорят люди? Какие настроения? Ну, в целом настроение, я думаю, неопределенности в основном какой-то, да. То есть, ну, просто людей шокировал этот факт падения, да, там, такого снаряда на территории города. Но, опять же, если учитывать, что разрушений таких, да, массовых не произошло в месте вот одного, да, этого падения, и нет погибших, нет, ну, есть несколько пострадавших, но, насколько мы понимаем, они, ну, получили совместимые с жизнью там ранения. Да, одна женщина была отказалась вообще от госпитализации, а вторая с черепно-мозговой травмой была госпитализирована. То есть, в целом, люди, ну, как бы, не о том, что паники какой-то в городе нет, по крайней мере, это видно там по телеграм-каналам, да, по комментариям в разных чатах. То есть, некоторые люди проснулись сегодня, только узнали, например, о том, что случилось. Многие, конечно, все вчера мониторили, увидели. Но вот эта вот история с неопределенностью и тем, что власти, ну, как будто бы недостаточно, да, дают информации, как ни удивительно, наверное, все-таки успокаивает как-то людей, потому что какой-то паники каких-то там таких настроений мы не замечаем. И если это еще говорить о месте вот, да, взрыва одной этой бомбы, но насколько мы понимаем сейчас, что есть еще, ну, то есть упал какой-то, видимо, снаряд еще один. Вероятнее всего, это была вторая эта бомба, и она упала там недалеко от этого места, на улице Шаландина, потому что если посмотреть там на карту Белгорода, да, и посмотреть место взрыва, да, этого снаряда, и место, где пострадали люди, где есть разрушение дома многоэтажного, то можно увидеть, ну, что там практически квартал между этими двумя местами. И если там в ближайших пунктах не побивало стекла, очевидно, что там было тоже какое-то падение, и власти оцепили вот место это на улице Шаландина, расселили весь дом, на месте там работают взрывотехники, и вот это вот, наверное, в большей степени людей как-то сейчас волнует, да, что, ну, как мы понимаем, что вторая бомба вот эта вот, она не разорвалась, она пробила там несколько балконов, как поцарапала, да, можно сказать, ну, разрушила, естественно, вот, и, насколько мы понимаем, вот зашла в землю, она сейчас там находится, вероятнее всего, ее пытаются как-то оттуда достать, разминировать черти города, чтобы не взорвался. Никит, хочу уточнить, она не сдетонировала, вторая. Да, она не сдетонировала, да. Там есть воронка на месте падения, но она значительно меньше, чем та воронка, которую вот вы видели, она там 20 метров, а в этом случае, ну, вот, образовалась воронка именно, вероятнее всего, от вхождения самого вот этого снаряда в землю, и, вероятнее всего, она там находится, ее пытаются как-то оттуда достать, и вот это участие населения, я думаю, которое проживает рядом, ну, и вообще у горожан как-то вызывает опасения. Но, опять же, если говорить о том, что это какой-то массовый характер носит, нельзя, потому что власти, ну, с самого начала, да, вот, держат вот это, ну, молчание, то есть у нас губернатор обычно сообщает о том, что там сработало ПВО, или подверглось обстрелу какое-то, да, там, здание, какой-то объект. А в данном случае губернатор ничего не сообщал до вот момента, пока Минобороны не признала, что снаряд этот сошел там, как они сказали, самолет, да, и упал. И, соответственно, есть... Прошу прощения, не удавалось ли находить какие-то видео и фото подтверждения этому? Потому что Белгород все-таки крупный город, много людей живет, у многих, казалось бы, есть гаджеты, и как будто такого рода ЧП не могут не попасть кому-нибудь на смартфон. На самом деле, ну, вчера ночью было сделано достаточно фотографий с улицы Шаландина, и местные жители сообщали об этой, да, воронке. И, ну, в данный момент, то есть, ясно, что там все это, да, весь дом этот расселен, все жители оттуда эвакуировали. Понятное дело, что некому там это все в данный момент фотографировать оттуда. Там стоит оцепление, и, соответственно, ну, вот в данный момент, конечно, никаких кадров нет. Но со вчерашнего, да, момента с ночи, в принципе, есть достаточно доказательств вот этой версии, что там также находится, да, вероятнее всего, что там находится какой-то снаряд, о котором власти не сообщают. Ну, и опять же, об этом говорит само количество мер, и, да, те меры, которые принимают власти в отношении вот этого дома, вернее всего, указывают на эту версию. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео, и спасибо за то, что вы с нами. Не забудьте поставить лайк и подписаться на Хатарковский лайф. Это важно, это ценно. Помните, мы делаем нашу работу для вас. Можете также отправить ссылку на это видео в социальной сети своим друзьям, знакомым, родственникам или коллегам. Спасибо, что с нами.